Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Символ вечной скорби. Беларусь вспоминает трагедию в Хатыни. Мы не должны позволить разобщить нас, и мы должны жить и созидать. О чем звонят колокола. Ребенок – главный пассажир. В Могилевской области проходит неделя детской безопасности. Дети до пяти лет должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах, чего может стоить беспечность. Витаминный фреш в Бобруйском лесхозе готовится к сезону сбора березового сока. Заготавливать сок можно и в частном порядке. Такой сбор будет организован в 8-м лесничеству Бобруйского лесхоза. Во сколько обойдется литр? А также квадратные метры, инфекционное заболевание и специальная премия. В Беларуси объявлен конкурс на лучшие товары. До какого принимают заявки? Символ тяжелых испытаний белорусов и свидетельство несгибаемого мужества в годы Великой Отечественной. Страна вспоминает Хатынь. 22 марта 1943-го страшную смерть от рук фашистов приняли 149 стариков, женщин и детей. Самому младшему было всего несколько недель. Со дня величайшей национальной трагедии прошло 80 лет, а боль такая же, как и прежде. Вечная скорбь и неутихающая боль. Вся страна вспоминает события 80-летней давности. 22 марта 1943-го фашисты сжигают Хатынь вместе с ее жителями. В один миг обрываются жизни 149 человек – стариков, женщин и детей. Святое место для каждого белоруса посещает президент. К памятной дате здесь проводят масштабную реставрацию. В этот день у братской могилы советских военнопленных, где покоятся 18 тысяч сожженных и расстрелянных солдат, собираются и бобруйчане. Кровавая трагедия отпечатывается в сердце каждого. И сегодня, когда не просто замалчиваются факты геноцида белорусского народа, а когда идет откровенная фальсификация данных, когда идут откровенные вбросы, которые направлены прежде всего на то, чтобы нас разобщить и унизить, мы не имеем права забывать о Хатыне, мы не должны позволить разобщить нас, и мы должны жить и созидать. Стремление видеть республику сильной и независимой объединяет белорусов. У Кировского райисполкома собираются участники автопробега. Люди разных возрастов, профессий и увлечений вместе под государственным флагом. Тот самый случай, когда один за всех, а все за страну. Пункт следования – мемориальный комплекс Борки. Напоминаем ту трагедию, которая произошла в нашей земле, и хотим донести ее потомкам, чтобы не забывали ту боль, которую принес наш народ, те страдания, что принесли люди, которые были в Хатыне, в Борках, чтобы не забывалось это. Потому что, глядя на ту ситуацию, которая сегодня происходит в мире, мы очень близки к тому, чтобы это все повторилось. Митинг-реквием посвящают памяти трагедии в Хатыне и всех населенных пунктов, уничтоженных в годы Великой Отечественной. В Кировском районе 15 июня 1942-го происходит одна из самых крупных карательных операций нацистов. Погибают свыше двух тысяч человек. Мужчины и женщины замирают в минуте молчания, возлагают цветы. Это величайшая трагедия, это святое место для нас всех. И когда находишься здесь еще острее, воспринимаешь такие слова, как мир, спокойствие, созидание. И надо делать все для того, чтобы не происходило тех страшных трагедий, которые произошли в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, это не одна деревня, которая сожжена. На территории Могилевской области больше, чем 112 деревень. И сколько там погибло жителей. Безусловно, сегодняшнее мероприятие для молодежи и для моего поколения очень важно именно с точки зрения сохранения памяти. Потому что та трагедия, которая произошла в Хатыни, в деревне Борки, безусловно, она должна остаться в памяти. Для того, чтобы эти события никогда больше не повторялись. Мемориал в Борках реквием по всем жертвам огненных деревень. Тут все понятно и без экскурсовода. Фамилии, воспоминания, говорящие скульптуры. Вот мать склонилась над колыбелью и оплакивает свое дитя. А здесь амбар. Из него пытаются выбраться люди. В память о загубленных жителях деревни закладывается хвойная аллея. Девять молодых сосен – символ жизни и вечности. Колодец с застывшей черной водой. В таком, только настоящем, фашисты живьем топили маленьких детей. Тех, кто постарше, поднимали на штыки, экономили патроны. Теперь сюда несут игрушки тем, которые так и не успели вырасти. Великое отечественное для Синеокой испепеляющий напалм. За время оккупации фашисты проводят более 140 карательных экспедиций. Разрушают 2900 сел. 628 сжигают вместе с жителями. Одни падают в боях, другие погибают в концлагерях. Героизация нацизма, подмена понятий и переписывание истории – это точно не про белорусов. Подвигу народа – жить в веках. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Пассажир маленький, ответственность большая. В Могилевской области проходит и неделя детской безопасности. В передверии весенних каникул особое внимание правилам дорожного движения. Халатное недосмотрел со стороны родителей. Порой оборачивается трагедией. Самые тяжелые травмы несовершеннолетние получают именно на проезжей части. В 80% случаев всему виной отсутствие автокресла. Дети до 5 лет должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. Дети от 5 до 12 лет должны перевозиться с использованием бустеров, специальных подушек для сидения, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Сумма первого штрафа до 148 рублей за повторное нарушение в течение года до 296. В 2023 в стране уже произошло 34 аварии с участием детей. Три ребенка погибли, 38 получили травмы. Достойная смена. Мэр города встретился с вновь прибывшими на работу сотрудниками Бобруйска-Громаша. Не покидая рабочего цеха, участники обсудили жилищные вопросы, гарантии и компенсации молодым специалистам, льготы, социально-правовую и экономическую защищенность. Для 20 ребят диалог с Игорем Киселем. Возможность затронуть важные темы, узнать о перспективах и получить ценные советы. Традиционно, вот уже у меня лично стало общение с молодыми специалистами, которые пришли работать на наше предприятие города Бобруйска. Смотришь за бытом ребят, которые здесь работают, смотришь, как они одеты. Предприятие на сегодняшний день обещает ребятам и поступление вышеучебное заведение, целевые направления дает. Встреча прошла отлично. Очень приятно, что нас не забывают. Я сам с Кировска, но я закончил Белорусско-Российский университет. И попал на это предприятие по распределению. Мне очень нравится, меня коллектив встретил хорошо, приятно. В конце встречи прозвучали напутственные пожелания, достижения поставленных целей. Молодым специалистам вручили сувениры. Социальная политика, электронные счета и физическая культура. Белорусские школы пополняют спортивную базу. Какие возможности есть у детей? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Почти 6 тысяч квартир возвели в стране за два месяца. Около половины предназначено для нуждающихся. Активно идет строительство и в сельских населенных пунктах. За январь-февраль введено в эксплуатацию более 239 тысяч квадратов. В планах увеличить и количество арендного жилья. Политика государства здесь неизменна. Нужно обеспечить достойную жизнь каждому белорусу. В стране заменили свыше трех миллионов индукционных счетчиков на электронные. Работа в этом направлении продолжается. Преимущество современного оборудования – высокая точность показателей, а также возможность дистанционной их передачи. Данные фиксируются в личном кабинете ИРИП. Поэтому платить счет за электроэнергию можно в два клика. Лечение туберкулеза в Беларуси планируют сократить до четырех месяцев. Медики находят индивидуальный подход к каждому пациенту. Несмотря на удачное выздоровление, заболевание продолжает циркулировать и остается особо опасным. В 2022-м было незначительное увеличение количества больных. При этом по сравнению с предыдущими десятилетиями наблюдается заметный спад в три раза. Школы страны обеспечены спортивным инвентарем и оборудованием на 95%. Самый высокий показатель в учреждениях Могилевской области ниже всего в Брестской. С каждым годом все больше открывается бассейнов, гимнастических и тренажерных залов. У детей есть возможность заниматься футболом, волейболом, гандболом, плаванием. И все это под четким руководством специалистов. В Беларуси объявлен конкурс на лучшие товары. Победители определяют среди продовольственной, промышленной и производственно-технической продукции, изделий народных промыслов. Появятся и новые спецпремии, выбор потребителя и за успехи в импортозамещении. Заявки принимаются как от юр, так и физлиц до 1 сентября. При отборе будут учитывать все в комплексе. От упаковки до технологии выпуска. 3 плюс 3 равно обеспеченное будущее. Свыше 14 тысяч белорусов заключили договор о добровольной накопительной пенсии. Реализует программу страховая компания «Стравита». Новые клиенты отчисляют от 1 до 10% заработка. Такой же взнос, но не более 3%, делает работодатель. Получать выплаты человек сможет в течение 5 или 10 лет после достижения пенсионного возраста. Чем раньше работник начнет откладывать, тем больше у него будет денег после выхода на заслуженный отдых. Договор не может быть прекращен, но в любой момент при наличии каких-то финансовых трудностей всегда можно приостановить уплату денежных средств. И договор будет продолжать действовать. Все накопленные средства не теряются, они продолжают работать на человека. Чтобы развеять все сомнения, «Стравита» проводит вебинары для работодателей. Плюс специалисты готовы выехать на предприятие, чтобы ответить на вопросы сотрудников и на месте составить договор. На официальном сайте страховой есть калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно сделать расчеты. Весеннее пробуждение. В Бобруйском лесхозе в конце марта начнется сбор березового сока. В планах заготовить 400 тонн природного напитка. 300 реализует предприятие «Оазис Групп». Остальное пойдет на продажу. Цена останется на уровне прошлого года – 23 копейки за литр. Лесной коктейль – целая сокровищница витаминов и минералов. Заготавливать сок можно и в частном порядке. Такой сбор будет организован восьмилесничеству Бобруйского лесхоза. Это Бобруйская, Приберезинская, Брожская, Макаровическая, Домановская, Петровичская и Мирадзинское лесничество. Главное правило – нельзя подсачивать стволы диаметром меньше 20 сантиметров. Береза должна быть с хорошей корневой системой и богатой кроной. За нарушение правил сбора грозит штраф до 640 рублей. Контроль будут вести работники лесхоза. Дополнительно подключат и видеокамеры. Сразу после нас – сирена. Моя коллега Кристина Арианс с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!